День рождения Сергея Есенина. Открытый микрофон 3 октября был доступен каждому, кто пожелал прочесть стихи любимого поэта. Сезонные проблемы в Рязанской области обострились случаи пропажи грибников. Самый меткий. В Рязани прошел турнир имени Калашникова по стрельбе из автомата. 3 октября на родине Сергея Есенина на Рязанской земле отмечают день рождения великого поэта. В честь праздника на территории области прошло множество различных мероприятий. В этот день звучали стихи Есенина. Горожане узнавали новые факты его биографии. И очевидно, что для многих он не перестает быть кумиром и вдохновителем. Есенинское слово вовек не надоест. В нем постигаем снова пророческую весть. Когда восстал над нами, грозя ревущий вал, о Русь, взмахни крылами, Есенин призывал. 122 года исполнилось Сергею Есенину. Поздравить великого русского поэта собрались поклонники его творчества. На митинге присутствовало более ста человек. Это школьники, студенты, пожилые и взрослые. Разных людей объединила любовь к поэту. Ведь в незамысловатых строчках Белокурова хулигана каждый находит что-то свое. Очень нравится Есенин. Читаю, знаю много наизу. Гордость земли Рязанской. Есенин – это поэт мира. Сегодняшняя литература без этого имени, без стихов Есенина, она просто непредставляема. Это все проблемы. И проблема патриотизма, и любви к своей родине, к любви к матери, к женщине, к родной природе. Все объединяет в себе Есенин. Первые стихи Есенина были опубликованы в журнале «Мирок» в 1914 году, а первый сборник вышел уже через два года. Он получил название «Радуница». Сергей Есенин – один из немногих русских поэтов, чьи стихи положили на музыку. В разное время их исполняли Александр Малинин, Людмила Зыкина, Надежда Бабкина, Зимфира и многие другие. В день рождения поэта их читают и его коллеги. По валу стены крепостные, за ними избы терема, и в поле всадники степные. За тьмою тьма, за тьмою тьма. Знакомство с творчеством Есенина для многих началось еще в детском саду, и красной нитью прошло через всю жизнь. Даже ярый оппонент Есенина Владимир Маяковский, однажды читая его стихи, воскликнул во весь голос. Чертовски талантлив. Уверен, что сердце Лизанской области находится в селе Константиново, на деревенской усадьбе, где родился и жил великий русский поэт. А душа в необъятных есенинских просторах, которую мы с любовью и гордостью называем Есенинской Русью. В рамках поэтического митинга каждый желающий мог прочитать свое любимое стихотворение Сергея Есенина. Строчки школьной программы здесь причудливо переплелись с малоизвестными, но создавали единый, цельный образ легендарного поэта. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани произошли очередные значимые кадровые изменения. Генерал-майор Алексей Рогозин стал начальником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Нового начальника представил Николай Любимов на заседании правительства Рязанской области во вторник, 3 октября. Напомним, генерал-майор Концевой покинул пост начальника десантного училища 4 сентября текущего года. Другие изменения коснулись Рязанской областной думы. Заявление о сложении полномочий подал единороссый Александр Калашников. Он стал депутатом в ноябре 2015 года и занял место Елены Митиной, перешедшей после избрания в Госдуму. Уже стало известно, что место Калашникова может занять Игорь Морозов. Напомним, Морозов в последние годы являлся членом Совета Федерации. Сенатором его назначил бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Этот пост он оставил вместе с окончанием полномочий предыдущего главы региона. Новым членом Совета Федерации от правительства Рязанской области стал Олег Ковалев. Грибной сезон начался еще летом, но тогда любители тихой охоты можно было пересчитать по пальцам. Сейчас ситуация кардинально изменилась. С середины сентября количество желающих найти заветные грибы увеличилось. А с этим растет и беспечность, с которой они к этой охоте подходят. О том, сколько человек, потерявшись, блуждают по лесу, как их ищут. И основные правила безопасности вам расскажет Валерий Седов. Несколько десятков человек каждый выходной отправляются на тихую охоту. Подберезовики, подосиновики, белые грибы – лучшая награда для любого грибника. Однако зачастую люди настолько увлекаются поиском, что в итоге не могут самостоятельно выбраться из леса. Так, за минувшие выходные сотрудниками МЧС было зарегистрировано 7 случаев пропажи грибников. Возраст людей абсолютно разный. То есть это и пожилые люди, и среднего возраста. А также вот вчера был случай с детьми. То есть трое детей, там 6-8, 11 лет, и две мамы с ними. К поискам каждого из пропавших было привлечено несколько десятков волонтеров и спасателей. Не обошлось и без трудностей. Например, заблудившиеся родители с детьми все время были на связи со спасателями. И слышали звук сирены пожарной машины. Но путь им преграждал длинный канал. И долгое время они двигались вдоль него. 1 октября в лесу заблудился пенсионер, к поискам которого было привлечено 50 волонтеров и 12 спасателей. Мужчину смогли найти только в первом часу ночи. 2 октября, когда проводилась пресс-конференция, в лесу заблудилась женщина. Они с подругой потеряли друг друга из вида, и одна из леса выйти смогла. Вторая же нашла путь к линии электропередач и воспользовалась сотовым телефоном, чтобы связаться со спасателями. Женщину нашли очень быстро. Чтобы не заблудиться в лесу, нужно помнить несколько главных правил. Во-первых, никогда не надевайте камуфляж или темную одежду. Отдайте предпочтение яркой. Всегда держите в поле зрения тропинку или просеку, по которой пришли. И лучше пусть у вас будет под рукой заряженный мобильный телефон. Все эти простые правила позволят вам без проблем вернуться домой. К сожалению, есть и печальные случаи. Так, пенсионера, который заблудился 7 сентября, до сих пор не нашли. И хоть за грибами он отправился не один, а под рукой у него был заряженный телефон, в какой-то момент они с товарищем потеряли друг друга из вида. Поэтому не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности, отправляясь в лес. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанский государственный радиотехнический университет посетила делегацию ученых из Словакии. Они представили Жилинский университет, который является крупнейшим научно-образовательным центром Словакии. Подробнее обо всем в репортаже Галины Ершовой. Опытом космических разработок и проектирования спутников поделился Рязанский государственный радиотехнический университет. К ним в гости приехали ученые из Словакии. Знакомства люди науки сразу начали с обмена опытом и осмотра материально-технической базы. Такое оборудование, как мы показываем сейчас нашим гостям, есть далеко не везде. И, соответственно, представители весьма солидных образовательных организаций выходили отсюда немножко грустные. Но, по всей видимости, их охватывало чувство зависти. Центр управления полетами малых космических аппаратов, Центр радиомониторинга, лаборатория проектирования малых космических аппаратов. В Рязанском государственном радиотехническом университете налажены теснейшие связи с НИИ «Фотон» Институтом обработки аэрокосмических изображений. А сейчас группа ученых и студентов трудится над созданием собственного спутника. Уже готовы первые прототипы. Было дано название этому аппарату «Цалковский Рязань». Мы вошли в программу запусков Роскосмоса этого спутника официально. И занимаемся его созданием. Сейчас вот здесь как раз вы видите в этой лаборатории рабочие макеты этого аппарата. В свою очередь профессоры Жилинского университета рассказали о собственных передовых разработках. Их вуз был основан в том же году, что и Радиотехнический университет. Крупнейший научно-образовательный центр Словакии долгое время готовил специалистов для сферы транспорта. А сейчас расширил число факультетов. Ученые и студенты уже создали подземную станцию для приема сигналов из космических кораблей. Ее построили в окрестностях вуза. А на кафедре энергетики они учатся передавать энергию на расстояние. Сейчас делаем очень интересный проект передачи энергии, wireless energy transfer без цепей, без контактного переноса энергии. Это очень интересно для электромобилей, для подготовки батерий электромобилей в работе. На кафедре биомеханических наук ученые сразу нашли практическое применение для своих научных трудов. Они сотрудничают со своим, с словацким Гарвардом. Это лучший медицинский вуз страны. Он расположен в городе Мартын. Занимаемся проблемами анализа образов для патологии, для болезней канцеров, раковины, как называем. И тоже сделаем электромагнетическую компактабилитию для биологических систем. Это очень интересная задача. Обмен опытом исследований и разработок друг друга поможет каждому из вузов сделать качественный скачок в научной работе. А значит, найти новые, совершенные инструменты, чтобы жизнь людей стала проще, безопасней и интересней. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». О том, что осень в самом разгаре и теплые дни, по всей видимости, остались в прошлом, напоминает не только прохладная погода, но и выключенные фонтаны. Их уже начали готовить к зимнему периоду. Восемь городских фонтанов на протяжении всего лета дарили рязанцам прохладу и эстетическое наслаждение. Теперь же пришла пора отправить их на каникулы. 2 октября коммунальные службы Рязани приступили к выполнению работ по консервации городских фонтанов на зимний период. Предусмотрены работы по сливу воды из чаш, очисткой промывкой чаш, демонтаж электрических насосов и установке защитных кожухов на фонтаны. Работы по консервации фонтанов планируется закончить до 20 октября. В Рязани завершился 11-й ежегодный международный турнир имени Калашникова по стрельбе из автомата. На протяжении нескольких дней спортсмены соревновались в скорости и точности стрельбы из знаменитого автомата, который по праву считается одним из лучших в мире. Международный турнир имени Михаила Калашникова проходит на рязанской земле не случайно. Но, во-первых, именно здесь в 40-х годах прошлого века был протестирован легендарный АК. А во-вторых, 6 лет назад сам создатель автомата Калашникова лично закрепил право проведения этого турнира за Академией в Синроссии. Тогда же Михаилу Тимофеевичу пообещали повысить уровень данного турнира. И свое обещание руководство Академии сдержало. Этот турнир и научное мероприятие международное он предусмотрен календарным планом Министерства спорта и ряд других критериев выполняется. Расширен круг участников турнира. Можно сказать, что это фактически все силовые ведомства, все вузы и большая часть территориальных органов подразделений специального назначения в Синроссии. В 11-м ежегодном международном турнире имени Калашникова приняло участие более 120 спортсменов. В ходе первых двух дней турнирных испытаний предстояло выполнить 11 упражнений по правилам Федерации практической стрельбы России. Поразить мишени с наибольшей точностью в динамике, затратив как можно меньше времени. Вот главная задача спортсменов. Самое сложное упражнение, наверное, первое упражнение, потому что оно самое большое, там самое большое количество мишеней. И самое главное, просто не забудьте обстрелять. Обстрелять все мишени, не потерять, иначе будут штрафные баллы на численках. Самое обидное, когда ты просто не обстреливаешь мишень, не попадаешь в нее, ты просто ее не видишь. Ровная мушка и плавный спуск. Это рецепт меткой стрельбы Евгении. Однако сложность состоит и в том, что каждый год для спортсменов готовят новые упражнения. Все как в жизни. Одна и та же ситуация дважды не повторяется. Но суть задания неизменна. Быстро заметить мишень и попасть. Лучше, конечно, в ее центральную зону. Центральная зона – альфа. Вот ее границы расположены вот здесь. Средняя зона – это Чарли. И внешняя зона – это дельта. То есть попадание в альфу дает значение 5 очков, в Чарли – 3 очка, в дельта – 1 очка. Вот возникает вопрос, почему практически себе форма мишени, она вот такая вот, она проектирует на тело человека. Вот эта альфа как раз имитирует расположение тех жизненно важных органов, поражение которых достаточно быстро приводит к летальному исходу. В завершающий третий день соперники соревновались в статике, выполняя упражнения А4 по правилам единой всероссийской спортивной классификации. Кроме того, были проведены дуэли среди желающих участников в выполнении данного упражнения из изготовки к стрельбе стоя. Турнир проходил на двух площадках – стрельбище Академии ФСИН в Редкино и полигоне Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени Маргелова в поселке Сельце. Завершились соревнования 1 октября, тогда же прошло награждение сильнейших участников. По итогам турнира в копилке Академии ФСИН России 4 первых места, в том числе в командном первенстве – 2 вторых и 2 третьих. Красные, синие и зеленые – цвета автомобилей могут быть разными, и к этому претензию представители госавтоинспекции быть не может. А вот тонировка, дорожный просвет и другие детали часто вызывают вопросы. О том, как должен выглядеть автомобиль и по каким в скором времени дорогам придется ездить рязанским автолюбителям, расскажет Валерий Седов. Вафли теперь и на дорогах. Именно этим аппетитным словом называется новая разметка, которая в скором времени появится во всей России. Она ярко-желтого цвета и наносится на перекрестке. Если водитель остановится на разметке после того, как загорится красный сигнал светофора, то его ждет штраф, так как на этих участках ведется автоматический контроль нарушений. Наличие вафли вынуждает автолюбителей не преграждать путь перпендикулярному потоку машин. Штраф за такое нарушение – 1 тысяча рублей. Эксперимент с так называемой вафельной разметкой уже провели в Москве и в ряде других регионов. На этой неделе в правительстве планируют подписать документ, разрешающий ее использование уже не в порядке эксперимента, а на общих условиях. Появление разметки позволит водителям проще ориентироваться при заезде на перекрестке, а властям штрафовать нарушителей в автоматическом режиме с помощью камер фото и видеофиксации. Но порой причина заторов на дорогах совсем неожиданная. 2 октября на улице Ленинского комсомола заниженный автомобиль ВАЗ-2110 попросту застрял на лежачем полицейском. Автомобиль помогали вытолкнуть три человека. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, за занижение машины предусмотрен штраф в размере 500 рублей. На устранение недостатков водителю дается 24 часа. А вот с тонировкой сложнее. Такое нарушение просят устранить на месте. На каждом рейде сотрудники госавтоинспекции останавливают минимум по 20 машин. Согласно действующему законодательству, управление транспортным средством, на передние стекла которых нанесена тонировка, карается административным штрафом в размере 500 рублей. Ответственность при этом наступает по части 3.1 ст. 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Светопропускаемость передних стекол должна составлять не менее 70%. Сотрудники госавтоинспекции проводят замеры на месте. Подобные рейды будут проходить и в дальнейшем. Поэтому любителям тонированных и заниженных автомобилей стоит задуматься и привезти свою машину в соответствии с требованиями технического регламента. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязань можно считать одним из ведущих городов в мире большого тенниса. Но в очередной раз у нас в городе открылся значимый турнир. Командное первенство России по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет. На соревнованиях побывала Алена Куколева. Рязань встретила командное первенство России по теннису. Соревнования среди юниоров до 19 лет стартовали в Рязанской академии тенниса имени Озерова. В них примут участие около 100 спортсменов из 13 регионов страны. Рязанскую область представит команда в составе 8 теннисистов, среди которых спортсменка Анастасия Гасанова. Буквально несколько дней назад девушка привезла серебро с чемпионата России, который проходил в Казани. И уже сегодня выходит на поле, чтобы сыграть за родную команду. Мне очень нравится на самом деле командное соревнование, командный дух. В прошлом году мы играли в командное первенство Европы. Мы выиграли с командой России. И в этом году мне посчастливилось, что проводят турнир здесь. Мне не нужно ехать в какие-то другие города. Я могу его сыграть. И хотя теннис считается одиночным видом спорта, в таких соревнованиях каждый спортсмен набирает очки для команды. Главное отличие – присутствие на поле капитана, который может направлять и подсказывать спортсмену. Очень хороший состав участников. Цель этого соревнования – выявить, какой регион в нашей стране лидирует по этой возрастной категории. Для каждого спортсмена это не случайно. Все команды пытались собрать в свои ряды самых сильных спортсменов своего региона. Турнир завершится 8 октября. За это время определится не только команда региона победителя, но и спортсмены, которые получат звание мастеров спорта. Художник Виктор Иванов подарил Рязани авторскую копию своей картины на покосе в шалаше. Оригинал был написан мастером на заре карьеры и хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Традиционная выставка «Итоги лета» открылась в картинной галерее «Виктор Иванов и земля рязанская». Лучшие работы, созданные в летний период, представил сам мастер. В этом году ему исполнилось 93 года. Зрители увидели 16 картин, большинство из них пейзажи, а также несколько портретов. Самое главное в вашем искусстве, что Небросская природа Рязанского края, как ее называют, что обычные люди, наши рязанцы, что они не такие уж и обычные, и не такая уж она Небросская, эта природа. И когда видишь ваши работы, портреты вашей кисти, понимаешь, что это особая гордость за нашего человека. Все, что он делает, то, как он работает, сколько он работает, и еще раз, как он работает, это нечто настоящее, нечто подлинное. Отдельным сюрпризом стал подарок Виктора Иванову любимой галереи. В честь 80-летия Рязанской области художник создал авторское повторение своей работы «На покосе в шалаше». Оригинал был написан более 50 лет назад и стал началом большого замысла о Рязанской земле. Он хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге и получил государственную премию. Непрекрытое, как сказать, счастье редко встречается в произведении. Понимаете, вот это ощущение какого-то чувства здорового, сильного, прекрасного здесь, здесь есть. Всего в галерее Виктор Иванов и земля Рязанская хранится более 600 работ мастера. Каждая из них посвящена родной земле. Художник приехал в Рязань после окончания Московского государственного художественного института имени Сурикова, начинающим творцом, не имеющим авторского почерка и вырос в большого художника. Стал писать только то, что я чувствую, что проходит через сердце, все остальное выкидывать, держался. Зачем? Чтобы такого слова не было. И я там нашел себя. Я после нескольких, так сказать, недель пребывания здесь, на этой земле Рязанской, я по своим работам, которые раскладывал на полу, в узбек, я увидел, что я люблю, какие краски. Целью своего творчества Виктор Иванович называет восхищение человеком и создание портрета русской женщины, поиск русской Мадонны. Все свои картины он воспринимает как цельное произведение, насладиться которым может каждый рязанец. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. За событиями следите на нашем официальном сайте город62.тв. До встречи! Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зелёный сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашёл его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Всё, что нужно мне и моей семье, всё здесь, всё рядом. В коттеджном посёлке Караси. А где живёшь ты? Глобал сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал сервис. 55-90-50. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok